Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Начинается программа «Диагноз недели». Всем здравствуйте. И в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы поговорим на очень такую, я понимаю, специфическую тему. Она специфическая, она нечасто звучит, потому что затрагивает определенный круг людей. И сам термин нейроразнообразие появился сравнительно недавно, в самом конце 90-х. Это термин отношения к генетической изменчивости в человеческом мозгу. Касательно способности к обучению, вниманию, речи, концентрации и тому подобным вещам. Но, скажем так, это трактуется в непатологическом смысле. То есть, если вкратце. Ну, в первую очередь речь идет о людях, которые относятся к аутистическому спектру. Ну, кроме того, у людей, у которых есть такие проблемы, как дислексия, дискалкулия. Некоторые относятся туда Тики, синдром Делатуретта есть такой известный. Если кто не знает, может загуглить, долго описывать. То есть, за что выступают сторонники теории нейроразнообразия? Они считают, что хотя людей, причисляемых к аутистическому спектру и обладающих прочими проблемами, которые я перечислил, нельзя считать больными, нельзя втискивать в рамки патологии. И их проблемы, это скорее проблемы социальные, это скорее проблемы того, насколько общество готово таких людей принимать, включать в свою нормальную жизнь, давать им какую-то дополнительную поддержку, дополнительные возможности при обучении и так далее. Ну, не вписывается ли это в какую-то такую общую тенденцию, когда вот мы стесняемся называть как будто бы своими именами, то есть мы считаем, что слово «инвалид» — это, значит, слишком резкое, и тоже вот нужно люди с ограниченными способностями, и, ну, пытаются найти какие-то эфемизмы для уже устоявшихся терминов, и как будто бы вот мы стараемся загладить проблему, сказать, что этого нет, поскольку нет такого слова. Я думаю, что, может быть, косвенно в какие-то моменты пересекается. Вообще, это очень сложная тема, и мы в этой передаче вообще не вместе, потому что очень обзорно получится, потому что в этой теории есть множество разных и сторонников, и противников, причем логично было бы предположить, что, наверное, сторонниками теории нейроразнообразия являются именно люди с аутизмом и их близкие, а противниками — люди, которые себя причисляют, скажем так, к норме. Но нет, оказывается, немало людей, относящихся к аутическому спектру, тоже выступают противниками этой теории или, скажем так, не до конца с ней согласны. То есть, вкратце, это теория о чем? Что не надо на людей нагрешивать ярлык инвалидности или болезни, надо помогать им адаптироваться в обществе, надо находить способы образования, которые помогают преодолевать ограничения, связанные с этим состоянием. То есть рассматривать эти состояния не как патологию, а как некий, пусть даже редкий, но вариант нормы, которые встречаются реже, но и, в общем-то, у этой теории есть свои очень позитивные стороны. Потому что, ну, к сожалению, не секрет, что в нашей стране все это находится в зачаточном состоянии. То есть люди с аутизмом, допустим, в других странах, дети учатся чаще всего в обычных, ну, если речь не о какой-то совсем тяжелой форме, крайней форме спектра. Люди учатся в обычных школах, получают поддержку социальных работников, педагогов, их принимают в классах, и в общем для них это не проблема. У нас, насколько я знаю, очень часто, и я такие случаи знаю, в жизни ребёнок, который, да, у него большие проблемы с социальными навыками, у него большие проблемы с общением с другими детьми, у него могут быть вспышки раздражения, он не общителен, но при этом у него с интеллектом всё более чем хорошо. Он прекрасно владеет точными науками, но таким детям тоже часто предлагают отправиться в так называемую вспомогательную школу. Это школа, где учатся дети с психическими расстройствами, с умственной отсталостью, и, естественно, программа тоже адаптирована для таких детей. И это требует большой настойчивости родителей и каких-то пробивных способностей, чтобы ребёнка не списали и не отправили в вспомогательную школу, потому что, в общем-то, все его возможности будут похоронены. Я, кстати, когда на эту тему задумался, вспомнил, у меня когда-то был одноклассник, он был очень странным. Ну, ещё в советские времена, когда я в школе учился, он был очень странного вида и очень странного поведения. Он выглядел странно, у него был ещё такой деформированный череп, странная пластика, был практически необщителен, у него был какой-то немножко карикатурный поведение, но он был шейнейший корифей физики, химии, математики и так далее. По-моему, потом его перевели куда-то в Новосибирске академию городов, в школу для особо одарённых детей. Но, подчёркну, наверное, кто-то со стороны, не желающий присматривать, назвал бы его больным, инвалидом и так далее. И здесь у нас возникает стык проблемы медицинской и стык проблемы социальной. И, естественно, к этому примешиваются политические вещи. Ну, например, есть люди, которые стремятся понятие непатологии расширить максимально. Ну, мы все знаем, что есть, допустим, такой синдром Дауна. Да. Когда рождаются дети, обычно это и некоторая степень умственной отсталости, зависит от степени, и сердечная патология и так далее. И поэтому во время беременности делают анализ, чтобы выяснить, будет ли у ребёнка этот синдром Дауна или нет. И если он есть, это право родителей прервать эту беременность и, наоборот, сказать, мы ценим любую жизнь, и мы этого ребёнка родим и будем любить, воспитывать, насколько это в наших силах. Ну, вот сторонники крайних форм говорят, надо запретить эти тесты на Дауну. Нельзя. Это тоже вариант жизни, это тоже вариант нормы. Никто не вправе прерывать такую беременность. Ребёнка обязаны родить и растить. Появился даже такой термин эйблизм. Основное слово «эйбл» – мочь быть способным. То есть эйблизм – это когда, как бы сказать, нормальные люди пренебрежительно относятся к ненормальным и получают в жизни в своей нормальности всяческие преимущества. Ну, как везде, когда речь идёт о борьбе за равенство, права и так далее, всегда появляется много людей, которые готовы вмешаться и они начинают увязывать в единое целое проблемы неразнообразия, ЛГБТ, расизма и ещё много всего. Даже появился, ну, мы все помним по недавним событиям в Америке, когда появился термин «white privilege» – белая привилегия. То есть все белые люди должны осознавать с некоторой долей вины, что им отражение, потому что они белые, они пользовались привилегиями, которые были недоступны чёрным людям. Поэтому они должны постоянно чувствовать свою вину, стараться искупить её, всемирно помогать меньшинствам, уступать и так далее, и так далее. Вот появились активисты, которые сказали, что у людей, которые относятся к доминирующей норме, у них тоже есть привилегия. Привилегия здорового человека, который тоже должен каким-то образом чувствовать себя виноватым перед людьми, которым настолько не повезло. Там, где есть привилегия, там есть вина. Где есть вина, есть манипуляции и чувства вины. Как мы все знаем, вина – прекрасный век для манипуляторов. То есть уже появляются идеи, течения, далёкие от помощи людям с другой конструкцией мозга и начинающие собирать некие политические бонусы на этой благодатной ниве. Что ещё входит в понятие нейроразнообразия? Сторонники этой теории говорят, что очень простой критерий. Если человек от своего состояния страдает, ему этого больно, плохо и так далее, это патология, это болезнь. Вот, допустим, эпилепсия – это болезнь, потому что эпилептические приступы вредят человеку, от некоторых форм эпилепсия изменения лично, он может даже умереть и так далее, и так далее. А, допустим, расстройство аутического спектра – это к болезни никак не относится. – То есть, он не испытывает никаких мучений, страданий? – Звонок у нас? – Да, у нас есть звонок, я напомню, телефон 6-7-212-93-9. Здравствуйте. – Доброе утро. – Здравствуйте, Лариса. – Вы знаете, меня вот даун и с какой стороны посмотрели. Короче говоря, пока у них живы родители, за ними и присмотр, и уход, и все, родителям можно даже памятник ставить. Но вот что потом с ними становится, когда родители умирают? Ведь родители-то не вечные. За ними потом какой-то уход вообще есть или нет? Спасибо. – Спасибо. – Да. Опять, при синдроме даун есть разные степени устной отсталости, есть разные патологии. Раньше они умирали, чтобы были дефекты сердечные были, сердечные пороки. Сейчас, сколько знаю, это оперируется. Есть места, есть страны, я таких тоже видел эти сюжеты, где люди с синдромом дауна находят все работу, даже получают некоторое образование. И, понимаете, мы на ком-то ставим сразу клеймо, он инвалид, нечего от него ждать, и куда он и пусть уже живет как может, это печально. Если общество готово людям помогать, и неважно относиться на религиозных ценностях или на нерелигиозных ценностях, на каких-то гуманистических ценностях, способность общества испытывать сострадание важная вещь. Где-то была эта история, была так известная антрополог Маргарет Мид, и она как-то на лекции своих студентов спросила, как, по их мнению, когда появляется человеческая культура, цивилизация. Задумывались, она сказала, что вот был при раскопках тысячелетия назад, далекие тысячелетия, то, что мы называем первобытными людьми, очевидно, был на один скелет человека, у которого был какой-то ранний перелом ноги, он был инвалидом, то есть он не мог бегать, охотиться и так далее. Но при всем при этом, судя по скелету, он дожил до достаточно взрослого возраста. Что это значит? Что же на том этапе было участие, забота, что человека не выбрасывали за то, что он не был способен приносить практическую пользу, как большинство мужчин. То есть это уже начало человеческой цивилизации и культуры, когда у людей есть способность заботиться о более слабых членах своего общества. Я думаю, что это очень важный рубеж, важное состояние современного общества, когда забота о более уязвимых, когда мы находим для них способ реализации, способ сохранить себя и жить максимально полноценной жизнью, это характеризует общество только с положительной стороны. Я думаю, что при правильном учении есть какие-то социальные службы, которые подобным людям тоже помогают жить. Я знаю, что такие люди вступают в браки, я знаю, что где-то была съемка какой-то из бойцов ММА, боев без правил, взял под опеку мальчика с синдромом Дауна, тренировал его, заботился как брат, у него даже выставили какие-то соревнования, и видно было, что противник ему подыгрывал, естественно. Вот это ликование этого мальчика, когда он победил, и его окружала какая-то любовь, восхищение, аплодисменты. Мне кажется, что в подобных вещах нет ничего плохого. Ну вот именно это какая-то тонкая грань между тем, что вы говорили позитивная дискриминация, когда люди, у которых, слава богу, все в порядке, должны испытывать чувство вины и как будто бы чем-то жертвовать в пользу других, или это абсолютно добровольное желание помочь, ну то есть это какая-то очень тонкая, но тем не менее все-таки существует грань между этими вот вещами. Я думаю, что здесь очень важная вещь. Грань, мне кажется, понятная. Там, где действия продиктованы гуманизмом, желанием помочь, позаботиться, добиться поддержки для таких людей, добиться их максимальной реализации, это одно. Там, где все это становится неким инструментом политической борьбы, это другое. И как только мы видим, что этим занимаются политические активисты, и речь идет о чьей-то привилегии, и тому подобных вещах, вот мы здесь сразу ощущаем, что-то нечисто. Кто-то берет эту тему для того, чтобы использовать ее в своих интересах. Я вообще советовал бы нашим слушателям, вот это на тему нейроразнообразия, хотя бы просто в гугле, забейте, вы увидите все разнообразие мнений. Там есть тексты людей с аутизмом, которые очень осторожно относятся к этой теории, видят слабые места, там есть тексты людей с аутизмом и без аутизма, без заговорочного поддерживающих, и так далее. Так что это, мне кажется, интересно. Что такое тема нейроразнообразия для нашей страны? Я буду откровенны, да проститься, мне в нашей стране вообще с разнообразием плохо. Ну, мы смотрим вокруг, мы не видим терпимости друг к другу, не важно, ли политических баталий, или каких-то еще баталий, мы видим со всех сторон, какая-то война до победного конца, наверное, обстановка времени этому еще больше способствует, мы видим эти бесконечные схватки за запрет или разрешение однополых браков, взглядов, то есть, в общем-то, наших обществах достаточно, потому что я сразу говорю, я не человек левых взглядов, наше общество местами, ну, очень консервативно, то есть, любое разнообразие мы воспринимаем с настороженностью, чем-то касается разнообразия самого разного и того, что касается людей с аутизмом и так далее, и не закончила мысль, что когда мы говорили о том, что критерий страдает ли сам человек, и понятно, что спектр аутический очень широк, и среди него очень много людей, которые при соответствующей помощи способны вести полноценную жизнь, получать образование, профессию, быть в отношениях и так далее, и есть крайняя степень, когда человек да, инвалидизирует, человек не способен жить в обществе, абсолютно, совершенно лишён социальных навыков и многих вещей, не способен разговаривать, и да, сказать, что судьба этого человека тоже целиком на плечах общества, общество должно, наверное, обеспечить людям и лечение, и поддержку, и социальный уход, и так далее, но сделать, что он ничем не отличается от всех прочих людей, что это просто вариант нормы, наверное, было бы некоторым лицемерием, мне кажется. Так вот, возвращаясь к нашему обществу, вообще к теме разнообразия, мне кажется, что такое, я очень часто сейчас слышу, особенно, когда идут разговоры о войне, и не только, что мир чёрно-белый, и это звучит, как ни странно, от достаточно образованных людей, интеллектуальных людей, всё, есть чёрное и белое, есть плохое и хорошее, но мы, естественно, за хорошее, и никаких полутонов, нюансов не допускается, никаких сомнений не допускается, то есть, в общем-то, мы люди интеллигентные и прогрессивные, но разнообразие у нас очень ограниченное, точно так же, как кто-то из людей творческих профессий писал, да, мы должны быть терпимы к разным взглядам и к разным мнениям в скобках, ну, не взглядом, а мнением врагов, конечно. Всё это очень просто, то есть, ты терпим взглядом и мнением, которые не отличаются от твоего собственного, а те, кто записал во враге, взгляды и мнения никакого значения не имеют. Так вот, мне кажется, отношение концепции не разнообразие, которое, как любую концепцию, можно довести до абсурда, тоже из этой серии. Как мы воспринимаем то, что в обществе есть различные сексуальные ориентации? Ну, вот они есть. Есть люди, которые себя ощущают как гомосексуалов или бисексуалов, или еще много этих современных градаций, в которых я не готов погружаться. И, в общем-то, если человеку это не мешает жить и не приносит вреда окружающему миру, кто мы такие, чтобы являться хранителями священной нормы? Мы норма, а он урод и извращенец, его надо запретить. Или как минимум как следует испортить ему жизнь. Есть и другая сторона, опять те же самые активисты, которые за любой хоть более или менее критический взгляд или высказывание готовы тебя заклимить гомофобом и подвергнуть бичеванию. У Стругацких было, насколько сейчас помню, чудесная формулировка в «Трудно быть Богом». Кому-то было назначено 10 палок с формулировкой «За невосторженный образ мыслей». Вот у нас тоже «За невосторженный образ мыслей» ныне предусудительно. Но, возвращаясь к нейроразнообразию, ещё раз, разнообразие гендерное, политическое и так далее, я, в общем-то, за любое разнообразие до тех храмов, где это не начинает разрушительно действовать на мир вокруг. Но я, кстати, видел в своей практике людей, которые относились к лёгкой степени аутического спектра. Никто им никогда об этом не сказал. И это люди, которые достигают успеха в учёбе, в спорте, в работе, но при этом они не очень понимают, почему же так трудно находить общий язык с окружающим. Почему они не чувствуют каких-то вещей, которые чувствуют другие люди. И это люди живое подтверждение тому, что человек, у которого мозг устроен в среднем несколько иначе, чем у большинства людей, не является инвалидом, не является патологией. Ну, недаром же говорят, что, в принципе, всегда гений это отклонение от нормы. Гений отклонение от нормы. Вообще, что такое норма среди людей, очень трудно. Норма в каком кредитах? Вот я знаю, что такое норма сахара в крови, что такое норма сходств, сходств, лейкоцитов, эритроцитов и тому подобное. Какая нормальная температура у человека. Есть какие-то нормальные средние вещи. Что такое норма в обществе? В других, более зыбких вопросах, причём, общественные нормы колеблются. Когда-то гомосексуальность считалась извращением и уголовно преследовалась. Вспомним бедного Оскара Уайльда. Когда-то оральный секс считался сексуальным извращением, тоже был записан в таком виде где-то в каких-то энциклопедиях. Когда-то мы вообще на людей с другими взглядами и отличающихся от нас смотрели, ну, вспомним, стиляк, потом разрезали брюки, хиппи, которым отстригали волосы и так далее. То есть, всё, что кто не с нами, тот против нас. То, что не похоже на нас, то есть, та самая банальная ксенофобия. Всё, что чужое и народное, По обе стороны океана. То есть, американцы говорили о том, что хиппи это изобретение коммунистов, которые пытаются подорвать устои буржуазного общества, а в Советском Союзе говорили, что это как раз наоборот идеологическая диверсия Запада. Как ни парадоксально. Я не помню, считали это диверсией Запада, честно говоря. По-моему, они как раз считали, что хиппи это такое протестное движение, но неправильное, не в соответствии с марксистской теорией. Поэтому хиппи, которые были у нас, это были тунеядцы, которые не хотели. На звонок? Да. Можем, да? Да, здравствуйте. 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 Вот я слышал, в Америке есть новое такое тоже отклонение или норма непонятная, фури называется, когда дети представляют себя, что они котики, собачки, им в классе даже лотки ставят, чтобы они там писали и какали, вот как животные. Вот и как к этому относиться? Не знаю, я о таком не слышал, честно говоря. Я тоже слышал. Что дети могут играть, чувствовать, как в котиках могут, что им стоят в классе лотки писать и какать. Мне кажется, некое явное преувеличение. Но мне трудно высказать свое мнение. Любую идею можно довести до идиотизма и абсурда. Не знаю, как с этим фури дело обстоят, но... Я все время вспоминаю у Айзексона в биографии Эйнштейна был очень забавный факт, когда Эйнштейн должен был своего друга тоже из Германии, он должен был сдать экзамен на американское гражданство. Это был логик. Я не помню его фамилию, я забыл, боюсь ошибиться, просто физик-логик. И он, изучая американскую конституцию, вдруг прибежал к Эйнштейну, говорит, слушайте, обнаружил логические противоречия. Эйнштейн, схватившись за голову, говорит, только умоляю, ради бога, не объясняйте это все на экзамене, потому что иначе с гражданства вы не получите. Но как логик, математический логик, он говорил, что это же статья противоречит выводу этой статье. Ну вот он этого заметил. Ну да, ну да. Если нам теория неразнообразия от социума и забот государства о людях, о создании благожелательной среды в школах и так далее, в образовании, в профессии, если мы вернемся к нам простым смертным. Кстати, вот эти дети с аутическим спектром очень часто им мешают учиться в обычной школе реакция родителей других детей, которые говорят, он же психически больной, зачем мы здоровым детям учить вместе? Давайте мы уберем куда-нибудь. Он будет травмировать наших детей. Причем понятно, что, скорее всего, ребенок никого травмировать не будет. И дети с этим, скорее всего, уживутся прекрасно, даже почти наверняка, при том, что если детям объясняют, что и как. А вот это опять та самая ксенофобия. Страх иного ксенофобия, которая когда-то нам очень пригодившийся древний защитный механизм. Когда люди или их предки жили в очень враждебной среде, когда любой чужой таил в себе некую угрозу, поэтому всего чужого непонятного боялись и стремились или убежать, или напасть, или уничтожить и так далее. Вот многие защитные рефлексы с годами становятся вредными. То есть стремление оградить себя от враждебного понятно, но когда все чужое враждебное, когда наш кругозор сужается до невозможности, когда мы избираем себя критерием нормы, мы становимся крайне неприятными персонажами. Мы становимся жестокими и невнимательными, нечувствительными к людям, которые хоть чем-то от нас отличаются. Помните, была история, когда в России это была девочка больная раком приезжала в Москву на химиотерапию, они снимали для этого квартиру, и какая-то дама ходила собирать подписи по жильцам, давайте их выселим. Это рак, а вдруг это опасно, а вдруг это заразно. Не говоря уж о многочисленных историях с больными с ПИДом, которых тоже считали чем-то вроде прокаженных, и одно время стремились повсюду изгонять, даже не потрудившись почитать, как передается СПИД. Так вот, мне кажется, это двусторонний процесс, когда мы загоняем других в эти узкие-узкие рамки, здоровый, больной, свой, не свой, инвалид, не инвалид, мы на самом деле в столь же узкие рамки загоняем сами себя, собственное мышление, собственную способность воспринимать новую информацию, собственную способность понимать другой взгляд на мир, другие ценности, другие взгляды, т.е. в общество мы сами превращаемся в своего рода инвалидов, мы лишаемся очень важной части, очень важной части, которая помогает нам проживать более яркую жизнь, больше слышать, больше поесть. Естественно, человек лишенный сочувствия, сопереживания, я бы сказал милосердия, милосердие, наверное, это важно к людям действительно больным, людям, которые очень ограничены в своих возможностях этой жизни, есть люди, которые не нуждаются в нашем милосердии, есть люди, которые нуждаются просто в понимании, здесь есть, мне кажется, очень большая разница, и мы сами тоже нуждаемся в собственном понимании, понимание это двусторонняя история, если мы понимаем лучше себя, мы понимаем лучше других и наоборот, если мы отказываемся слышать кого-то, значит, мы плохо слышим сами себя, вот в этом плане, мне кажется, разнообразие и нейро, и всякое другое разнообразие, очень хорошая концепция, не будучи доведенной до абсурда. Ариэль Лизник Мартов, врач, психиатр, психотерапевт, программа Диагноз недели и до следующего понедельника. Всего доброго. День в день, час в час, минута в минуту, радио, болтком. Хочешь выиграть 100 евро? Зайди в свой профиль via SMSLV и ты автоматически будешь зарегистрирован на ежедневный розыгрыш. Условия акции ищи на сайте via SMSLV.